Здравствуйте! В эфире программа «Открытый диалог». В марте отмечаем Всемирный день театра, а театральную жизнь округа уже более 10 лет достойно представляет в том числе и театр Люберецкая Перетты. По такому поводу к нам в гости пришел руководитель этого учреждения, а также певец-музыкант Александр Чайко. Александр, здравствуйте! Здравствуйте! Я очень рад, что вы вообще обращаете внимание на культуру. Александр! У меня День работников культуры ассоциируется как раз с Днём театром. Они прямо граничат этот праздник. Да, там рядышком. День музыки. День музыки. Вот в марте весь такой. 27 марта. Это точно. Ну, мы обращаем внимание на культуру, мы обращаем внимание на вас. И вы у нас в студии уже не первый раз. Я помню, как на прошлой встрече вы очень коротко рассказывали о своей работе в качестве руководителя театра Люберецкой Перетты. И тогда вы отметили, что несмотря на трудности, вы бы еще раз согласились с нуля создавать и развивать этот проект. Достаточно сложный. Вы бы сказали «да», как сделали на предложение заниматься этим проектом. Вы бы сказали «да», как сделали это в 2009 году, возможно, в 2008. Да, скорее всего, вам раньше поступило предложение. Вот давайте мы вспомним тот день, когда вам предложили заниматься этим. Что это был за день? Эту нишу обнаружил сам, как и когда репертуар подбираешь себе, тоже сам выискиваешь те песни, которые... Ну, понимаете, если певец голосовой, то можно спеть все, фактически, если хорошая крепкая школа. Если певец менее культурно-голосовой, скажем, он там подбирает, ну, чтобы не превысило его, так сказать, диапазон, чтобы вот он смотрится угловато. Вот. И я так нашел нишу здесь, которая, в общем-то, пустует, может быть, может, в Московской области, я не знаю, по-моему, нет, театра музыкальной комедии. Ну, может, действительно, я должен нести этот камень, да, заложить, мало ли. То есть это зародилось у вас, вот эта идея, да, создания такого театра? Да, конечно, конечно. После «Московской опереты» я там поработал 4 года, с Лилия Кольной Амарфией, с Примадонной театра, я еще Шмыгу застал, Тяна Ивановна, наши звезды, корифеи. То на пластинке дома слушаешь. Хорошо, вот зародилось, да, исходя, я так понимаю, из масштаба вашей такой творческой натуры. Я сюда пришел, нет этого жанра, он не рассматривается. Ну и потихонечку, тогда курировала культура Ивна Геннадьевна Назарева, я говорю, вот давайте сделаем Сильву, там Марицу, Золушку поставим, а почему бы нет? То есть просто начиналось это с предложения поставить какую-то единоразовую такую форму. Собрать коллектив, просто коллектив, например, 20 человек, которые будут работать, пахать именно, и бороздить вот эту необработанную землю, в которую можно это зернышко опереты посадить. Да, вот так и было. И вас услышали тогда, да, с первого раза услышали? Да. Вот мне повезло, я же вам говорю, я кланяюсь всегда, когда вижу Ирину Геннадину, что человек умеет слышать. Это сейчас так редко. Так, вы, конечно, порадовались, когда вас услышали, откликнулись. Я и порадовался, и у меня уже был какой-то опыт, у меня уже какой-то был костячок такой главных героев, героинь. И у меня уже было с чем, что перетягивать оттуда сюда. И у нас первый спектакль был с участием как раз московских театров. То есть Люберецкая оперета начиналась с какого-то единичного, с единичной такой постановки. Конечно, да. Что это была за постановка? Сильва. Мы сразу выстроили классикой такой венской. Сколько времени вы потратили на то, чтобы подготовить спектакль? Так как все знают Сильву, кто не знает, без женщин жить нельзя на свете, там все из Шлягера. Красотки, 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 кабаре. Кто не знает. Но сейчас разбуди всех, все, кто хоть более-менее Кальмана знает, все скажут, что да, это Шлягер. И вся оперета с «А помнишь ли ты? Помнишь ли ты?» Там знаменитый дуэт идет во втором действии. Так, все знали. Музыку нашли, костюм Марина Геннадьевна тоже помогла, кто-то из своего гардероба что-то, то есть по нитке со всего образовался такой ком. За какое время? Полгода, наверное. Мы репетировали полгода. И у нас тогда режиссером был спектакль «Заслуженный артист России, ныне ушедший от нас, Евгений Мартынов». И он много вложил сюда труда. Он же сам работал в мускомедии, и не в одном театре. И вот такой багаж. И мы пьесу сократили по два действия, а не по три, как в театрах. Но он получился более душевный. Мы когда возили его в Перм, говорят, у вас такой душевный, теплый спектакль, который нет ни в одном театре. И пафосов вот этого вот нет, что прячемся за занавесы света. Там вот все близко, все можно потрогать, все так лояльно. Все вот оно, вот-вот-вот. И переживаешь, и прям мурашки у артиста, у самих, от того, что нет грани публика и артист. Мы это стерли. Это был успех? Полный зал. У нас на первых семи представлениях вообще полный зал был. Аншлаг, я и не думал. Кто меня знает, едут, у нас большая афиша была прямо на все колонны дворца. У нас восемь колонн, кто не знает, очень красивые здания. И говорит, чайка, что-то, что-то, что-то ставишь? Я говорю, да, слушай, афишу видно, софт-опс едешь, говорит, такая красота. У вас прям любятся эти красные сильвы. Мы напечатали много афиш красивых форматом. То есть это мне, ух, прям, ух. Мне это очень нравится, когда все вот так вот, все трепещит. Значит, сильва приносит успех. Идея, когда идея зарождается о создании самого театра? Она еще пока даже не возникает? Она, это летает, идея, летал и у самого режиссера, и у артистов, которых не приняли в гостеатры. Вот так сложилась судьба, все мечтают уже стать. Слушайте, ну всех не примет просто. Да, да, да. А если туда хор еще, балет, парочку номеров. Это ваша мечта, хор, балет, оркестр, да? Маленький хотя бы такой, какой-нибудь оркестрик, к которому люди приходили. Я вообще люблю театр. Вот видите, у вас закругленное здесь все. Да, закругленное. Я знаю, вы любите круглые формы. Потому что нет углов. Нет углов. И так хватает жизни. Но давайте все-таки вернемся к вопросу о том, когда же, когда начала воплощаться идея. Она прям сразу начала. После сильвы. Да, прям толчок такой был. Все, театр. Создаем театр. Я снова в администрацию, снова в комитет. У нас есть Марица, тоже Кальмана. Так, да. Давайте Кальманиаду прям все сделаем. Давайте. Что надо? Вот это, 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 это. Я посещаю секонхенды, покупаю платья со шлейфом. Огромные. Мне уже звонят, говорят, у нас с Польши пришли платья. Прямо переточные. Откуда звонят вам? Ну, звонят прям вот с магазина. С магазина звонят? Я тут бегу, на развес эти платья беру, притаскиваю. Действительно, отдали их химчистку, они бисером расшиты. И тут и веселая вдова тебе уже, и танголита, и бал совой, и летучая мышь, и все. Все, глаза разбегаются. Ну, конечно. Я в кушку потом вся соберу. Так, ребята, давайте Марицу делаем. Тоже из трех актов сделали два. Сократили некоторые номера, которые не костяковые. Зачем? Я понимаю, что нужно на первых порах дать людям то, что самый костяк, который они привыкли слушать. Вот, и из маленького состава актеров, 11 человек, по-моему, я занято. Да, 11 в Марице и 9 в Сильве. И 9 человек. А всего вообще сколько, вот с каким числом актеров вы сотрудничаете? На сегодняшний день, вот у нас 9-й приполох, в прошлом году была премьера, позапрошлом году. Этот коронавирус, конечно, немножко внес коррективы. О, я не могу о том говорить пока. Да, спектакли немножко так поутихли, конечно. Но в голове-то они всегда есть. Да. И онлайн все эти дела. Вот, и 17 человек занято на сцене прям вот сразу оптом. Ну, ясно. Около, по крайней мере, 20 человек именно артистов. Да, это без балета, без хора и без оркестра, конечно. Да, 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 да. Все понятно. А ДК такая красивая, оркестр прям туда клеится. Клеится, туда много чего клеится, и ваши постановки там хорошо на себя показывают. Александр, вы говорите о том, что вы на начальных этапах, наверное, и сейчас тоже продолжаете, да, принимали активное участие в поиске костюмов, да, вам звонили в магазин, и вам лично. Я люблю это. Да. Также я вот помню из нашего прошлого интервью, вы сказали, что вы лично ездите по округу и развешиваете афиши. Да, это правда. Это сейчас до сих пор продолжается, вот такое ваше участие во всех процессах? Может быть, это ненормально? Ну, когда тебе 30 лет, там, 32, 33, 35, 40, вот это буйство внутренних красок, оно, конечно, стопора не дает. Я, конечно, клею афиши, это понятно. Вот сейчас, если, так сказать, комсомол ответит, да, партия скажет вперед, пожалуйста. Ага, то есть, в принципе… Это не унижает достоинства ни артиста, ни моих. Нет, ни в коем случае, никакая работа не может унижать достоинства. Дело не в этом. Просто вы руководитель, вы артист, да? Если я не побеспокоюсь, как люди придут ко мне играть. Я очень, вот, человеческий фактор для меня настолько важен. Ну, а распределение обязанностей вам же, наверное, знакомо, хорошо? Я отдаю, кто живет у нас, например, Коренево, Октябрьский. Ведь многие педагоги, которые закончили вокальное отделение, они просто сидят и учат. А ведь знаете, сколько у них внутри энергии, чтобы сыграть. Смотрите, я так понимаю, что… Я беру афиши, им даю, они там у себя тоже их развешивают. Да. То есть, занятия, ну, вот эти вот занятия такими обязанностями не руководителя, да? Житейско-театральными. Да, это такая ваша личная инициатива от избытка энергии, но ни в коем случае это не вынужденная мера, я правильно ли понимаю? Ну, а кто побеспокоится? У каждого своя ниша, каждый занимает свое звено. Шестеренки надо как-то крутить. Ну, вот я так и кручу их. Александр, вот как с такой занятостью не терять качество своего выступления как артиста? Вы же выходите, и очень часто вы там на первых ролях. Вы такой масштабный задали вопрос. Это и он на эстраде хорошо прям. Он же актуален для вас. Он актуален, да. Вы руководитель. Думаете о постановках, о костюмах, об афишах. И вам еще нужно выходить и думать о своем исполнении. У меня есть спектакль «Мистер Икс», Кальмана тоже, знаменитый спектакль, «Принцесса цирка», «Мистер Икс» одно и то же. Вот. Я отдал свою роль баритону. Андрею Пичугину у нас есть баритон. Закончил с Красным дипломом консерватории имени Чайковского. Вот такой звучный баритончик. Я сдавал комиссии, из Министерства культуры сдал, и через три премьеры отдал ему этот спектакль. Я понял, что я хочу побыть в качестве зрителя в зале. Это единственный спектакль, который я отдал. Я не играю в нем вообще. Только по этой причине? Хочу быть зрителем? Да. Хочу испытать другой роль? Все-таки баритон лучше смотрится. А может, потому что просто не справляюсь? Вот времени на все не хватает? Не думал никогда, что я не справляюсь. Даже если каждый день будет, как на выезде, там, четверг, пятнадцать, суббот, воскресенье на спектакле, то я думал, что я не справлюсь эти вот всю неделю петь каждый день. Нет, вы знаете, включается второй оборот в организме. Александр, вы всегда собой довольны после выступления? Нет, особенно после эстрадных выступлений. После спектакля я могу доволен быть аплодисментами, что люди купили все-таки билеты, сели на свои места, и всем подарили по гвоздичке уже хорошо. А какая у вас главная претензия к себе после выступления, если говорить даже об эстрадном? То, что если я не расплескал себя и не устал за, скажем, за четыре минуты из родной песни, значит, я неправильно сделал. Как часто вы... Мы не считаем сейчас вот этот год ограничений, который был, где у вас были и ограничения по концертам. Как часто вы все-таки в своей практике могли уходить со сцены таким еще бодреньким? Ну, это редко бывает. Это бывает, когда или я пою произведение своего багажа, или когда зрителей нагнали насильно. А что значит своего багажа? Ну, исполнители, например, мужского состава, они делятся на три голоса, тенор, баритон, бас. Так. Если... Я справляюсь, конечно, я микрофонный исполнитель, да, я не совсем классик. Так. Если мне дадут басовую песню, отказать я не могу, но я и душу в нее не вложу, которую бас со своими фибрами грудного резонатора может вложить. Я как музыкант это все понимаю. Вопрос стоит только в технике. Вам главное технично отработать и эмоционально не выкладываться. Уложить текст все людям, донести на блюдечки, чтобы все разжевать. А если сам не... Нет верхушек, тенор чем блещет? Эх, верхушки! Нет, все, я страдаю от этого, не дал. Александр, заканчиваем страдать. Сейчас прервемся на рекламу, а далее вернемся в студию и продолжим «Открытый диалог». Оставайтесь с нами. И еще раз здравствуйте. Программа «Открытый диалог» в эфире. У нас сегодня в гостях Александр Чайка. Александр, продолжаем наш разговор. Мне все-таки пока не хочется уходить от темы вот этого соотношения артист-руководитель, которую мы затронули с вами в первой части программы. Вот смотрите, а вот нет ли подспудно вероятности того, что планируя свой репертуар, вы как руководитель и артист одновременно, примеряете его все-таки на себя? Вас как артиста могут же искушать возможности, вот эти полномочия руководителя? Вы клоните к тому, что под себя ставить спектакль. Под себя ставить спектакль. Да, да, да. У меня уже был такой инцидент, когда сказали, Чайка специально берет себе артистов, мало поющих таких, никому не известных. Чтобы на их фоне выглядеть красавцем, да? Когда я сольно пою, никого же нет. Да, да. Ну так и все-таки. Такого нет. Вас никогда не искушали полномочия руководителя? Наоборот, я хочу, чтобы у меня героиня была такая, чтобы вот ничем не отличалась от московского театра. Ну это героиня, это девочка. А есть вот мужчины, с которыми тоже может быть оберничество. Я с удовольствием, как я говорю, с которыми тоже может быть оберничество. Председателю комитета по культуре, я с удовольствием отдам мужскую пальму первенству, вокальную. Когда увижу, что придет человек, который будет всеяден, и я то поклонюсь ему и скажу, вы будете меня заменять. Вы считаете, что вы можете объективно оценить своего соперника и сказать «да». Да. Ты вот можешь полноценно... Все-таки у меня 14 лет государственного театра, они меня научили немножко родину любить. Родину любить. Воспитание театральное. И к себе объективно относиться. Конечно. Да, и себя оценивать на фоне... И не отменю спектакль, если я себя плохо чувствую, потому что у меня еще артисты рядом. Ну, естественно, спектакль – это не... Как могу, да, я не подставлю никого. Дело ни одного человека, да, здесь целая история. Но, опять же, пока вы рассказали только о том, что вы поставили на замену другого исполнителя, потому что сами хотели видеть со стороны весь спектакль. Заодно смотришь, как зал реагирует. Как зал реагирует, с одеждением в сторонке. То есть причиной тому не послужило, что вот он действительно достойный. И это тоже, я вам говорю, что «Мистер Ликс» в театрах – это баритон в основном. Все поняли. Тенора очень редко поют «Мистер Ликс». И то такие драматические, стенобитные. Я думаю, так редко идет спектакль, он такой большой, массовый. А дам-ка я этот спектакль. Я на замену. Вдруг он когда-нибудь, ну, вот заболеет, или у него будут свои какие-то гастрольные туры. Я спою. То есть я не жадный, нет. Кто вы все-таки больше, руководитель или артист в своем театре? Начало больше артистическое, конечно, берет. Пружинка вот это. То, что хочется, 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 чтобы люди это услышали, услышали. Вот, так может быть, как раз вот это и начало, и продиктовывает вам репертуарную политику. Как ни крути. Я сейчас, наверное, вам открою такой занавес. Мы готовим к, ну, снова спектакль на музыку Оскара Фельдсмана. Здравствуйте, я ваша тетя. И кто же там играет главный роль? А это секрет. Вот так. Наверное, в программке мы увидим имя Александра Чайко. Ну, не знаю. Может, я буду режиссировать или какой-то там «Судью Крикса» сыграю. Но не знаю, не знаю. Не знаете пока, да? Пока я не могу сказать. Пока... Мы только с музыкой. Вот сейчас я пьесу привез, все это мы разложили. Хочется игровое. У нас классики достаточно, чтобы тембр показать. Хочется игровое, с юмором. Ну, да. Я пьесу на много диких обезетях. Чтобы такой вот... Эх! Ах, Александр. Люди отдыхать должны приходить. Вот я так хочу. Ну, дай бог. Александр, ну, не могу не коснуться темы ограничений, которые мы переживали в 2020 году. Я следила и за вашим, ну, за вами в соцсетях, в одной из соцсетей, в частности, и видела, как вы там давали такие небольшие мини-концерты, какие-то выступления, просто сидя один дома или в кабинете где-то у себя, да? Ну, проба пирата какая-то. Да, вы также давали уроки и для своих подписчиков, уроки вокала. Тоже было интересно. Я, в общем, пыталась тоже для себя что-то взять. А вообще, вы же человек, вот в частности, не только как артист, но вы еще и человек, который жаждет видеть в живую публику. Ну, это очевидно. И вот как артисту, вам, как человеку, без обратной связи, без аплодисментов, сидя, вот работая в камере, в условиях ограничений? Вы знаете, я поймал себя в эти все моменты на мысли, что больше еще надо вложить в песню. Требует еще больше энергозатрат? Да, это не годится. Но это не годится на сцене. Еще больше, чтобы на той стороне. На сцене у нас сейчас все годится. Да, ну ладно, вы себе это не могу лицать просто. Вот, а тут я думаю, нет-нет-нет, надо больше дать, больше молекул туда. Так, больше молекул, а соседи по этому поводу, когда вы дома давали больше молекул, не возмущались? Да, у меня... Тяжа же у нас как строят, слышимость так. Слышимость, да. И у меня с первого этажа живет женщина восточно-кавказской национальности. Она говорит, что уже я мистер Икс выучила. И тут я репетировал. Я люблю тебя, Россия, золотая наша Русь. Выучил Камзоновскую песню. Ты размахом необъятна. Слушайте, когда вы цыганские песни уже запарили петь? Когда вы закончили свои цыганские песни? Ей хочется с чего-то родного, наверное, услышать. Это Тухманом вообще-то, а не цыганская песня. Писала на меня в консьержке петицию. И там сказали, что Саша работает, как бы он исполнитель, он поет. И тут положено, раз он в такие часы для всех положенные поет, она не имеет права, мне едят никакие замечания. Пусть терпит, в конце концов. Смотрите, это была соседка с первого этажа? Ниже этажа. Ань, а вы на каком этаже живете? На четвертом. На четвертом. А как же тогда жили те, кто... Поближе. Ниже остальные все терпят меня. Все терпят. Не знаю, что и цветы выращивают. Там я все знают, короче. Мне легче это... Легче не дергать просто, лишний раз не трогать. Пусть поет, пусть выращивает цветы. Я и не ругаюсь особо. Просто посмотрю на них, они понимают, что бесполезно ругаться, я на своей волне. Александр, все-таки, по-вашему, жизнь артиста в режиме онлайн, она обречена? У нас в стране это не особо практикуется, но не видеть глаза людей, это привыкнуть надо. Но мы не привыкли, больше пусть пандемия не возвращается. Вы так и не привыкли к этому? Нет, нет, нет. Не дай бог, конечно, если вновь такая история... Голый человек остается, понимаете? Каким остается? Как голый. Как голый, да? Нет, ни аплодисментов, ни духа вот этого. Ты просто один. Один, и все. И твои все недочеты. Особенно, если человек мало обучен вообще вокалу. Все недочеты вылазят. Телефон берет все. Микрофон – это такая штука, должен вам сказать. Он в помощь профессионалам больше, чем те, которые боятся микрофон, как... А это все передается через телефон. В День всех влюбленных вы сделали пост в своей соцсети о том, что вы готовитесь к вечернему концерту. Да, и вы там сказали такие слова. Буду дарить людям счастье в этот день. А кто вам дарит счастье 14 февраля? Не только 14 февраля. Вообще, да. Вы знаете, такой сложный вопрос. Многие артисты это оставляют как бы за гранью фантастики. То есть не распыляются. Я живой человек, как бы у меня тоже есть дети и хобби. И я стараюсь, конечно же, все вечерние часы, которые у меня есть, посвятить, наверное, своим детям по возможности. Я человек обязательный, не только в плане искусства и культуры, в плане того, что если я обещал ребенка свозить в Адлер на неделю, я обязательно свожу, разобьюсь. А если я обещал с ним посадить цветок, я обязательно вечером, хоть час ночи я это сделал. Я должен наверстать это. То есть правильно я понимаю, что счастье вам приносят только ваши дети? Где хобби большое. У меня есть, я канал свой YouTube открыл благодаря старшей дочери. Она говорит, пап, у тебя столько растений, ты какой-то черенок там посадишь, привьешь, все приживается. Почему вот это энергетическое поле свое не развить и не дать людям тоже окунуться? Люди пишут мне там и в директ, и под видео, что вот это интересно. Вы так просто рассказываете об этом все. Значит, дети, растения. Чем проще, тем лучше, короче. Дети, растения. И культура наша Люберецкая. Я предан городу своему. Так, подождите, подождите. Отключаем сейчас артиста. Давайте включим человека. Я всегда, у меня, даже если я еду, например, за покупками в Леруа Мерлен, у меня все равно, где-то 20% во мне, я на все кидаюсь такое, что более эффектное, орхидеи какие-то, как бы там ставить сцену, например, живых растений сделать. То есть я бы даже примеряю, там, нашел какое-то полотно, так, стоп, а это же полотно может служить задником для какого-то представления. То есть я думаю, оно от меня не выходит. Александр, я говорю о любви женщины к вам. Ну, есть у меня это, есть. Не хочется просто освещать. То, что принесет вам счастье. У меня это есть. Все. Я когда так в какой-то маленькой компании всегда говорю, ребята, вот я счастливый человек. Я вырос в любви. На Кубани вообще это жизненца и здравенца. Я всегда вырос. Мать меня оберегала. Я вырос в любви, когда пришел после училища музыкального в Краснодаре в театр. Я вырос в любви. Меня все любили и мне давали роли, которые сразу никому вроде бы ей не позволено давать. Я приехал сюда, мне тоже руководители подарили любовь свою. Вот все начинается с этого зерна, любовь. И у меня есть кого. Я счастливый вот в этом плане. Александр, в календаре много профессиональных праздников. Вы какие праздники отмечаете, учитывая вашу обширную деятельность? Ну вот я недавно отмечал для себя и поздравил всех День радио, например. Так, День радио. Вы себя тоже к этому можете отнести? Да, у меня там передача 10 лет идет, маэстро. Она как бы идет и идет. Дальше, какие еще праздники? День радио? 1 сентября, естественно, дети в школу. Так, День знаний. Вы тоже себя к этому относите? День знаний, да. День работников культуры, День музыки, естественно. Так, а День музыки у нас когда отмечается? Тоже 25 марта. Вы давайте все это. Все это рядышком. Рядышком. 27 марта День театра. Это тоже вы? Да, День театра. Вы человек театра. День учителя, потому что я участвую всегда всех своих учителей, и музыкальных в том числе. Там День рождения Дворца культуры. Тоже для меня праздник, потому что я работаю. У нас же некоторые даже не знают, сколько колонн в здании заходят. Это главное знание, наверное, прежде чем попасть во Дворец культуры. Да. Ну, я помню, что вы сказали сегодня, что их восемь. Восемь. Правильно? Ну, все. Теперь, в общем, кодовые слова нам известно. Александр, ну, вы чего ожидаете от себя в этом году? От себя я ожидаю не сдастся. Вот не пойти, чтобы не свернуть с этой колеи. И чтобы эти рельсы были вообще больше, чем настоящие рельсы в два раза. Чтобы эта моя вагонетка никуда не свернула. Я хочу сказать, что у нас, вообще благодарен всем средствам массовой информации, наше телевидение. Конечно, у вас очень сложная работа. Я хочу вам сказать большое спасибо, что вы и в будни к нам приходите, и через щелочку в дверь можете снять, что у нас там за кулисами осветить. Понимаете? И когда у нас действительно концерт. Если бы не вы, мы бы обычные артисты Люберецкого округа, которые преданы, наверное, остались бы в тени. Спасибо вам, что вы есть. Друзья, спасибо, что были с нами. Это был Александр Чайка сегодня у нас в гостях. И мы говорим вам всего доброго. Это была программа «Открытый диалог».